Еще раз, не рэфтоп, добрый вечер на всяких других языках. Сейчас часы пробьют 9, и мы начнем одну из последних лекций. Если ничего не изменится, то я планирую еще сделать три лекции в этом году, в смысле в этом месяце, про период калькулита, то, что вы сейчас видите, я надеюсь, этот слайд. И еще потом две, одну, добрый вечер, следующая тоже будет про этот период, но про один частный случай голландских высот, о котором я потом поговорю. Сегодня, но через неделю я о нем поговорю особо подробно. И еще один следующий, через месяц фактически, я посвящу такому синтезу, если хотите, я хочу о культе, то есть о религиозных воззрениях в обществах до появления городов. калькулит и калькулит. И дальше, может быть, я сделаю еще одну лекцию, и если нет, продолжим в следующем семестре. Вроде бы он предполагается, что все-таки будет. Вот. Чтобы не терять время, все, девять все-таки пробило, и мы с вами начнем. Итак, сегодня мы поговорим с вами про один из самых интересных, каждый по-своему интересен, конечно. Этот период, период калькулита, он один из самых переломных, скажем так, человечества. Как вы видите, он называется «Без пяти минут город». Действительно, мы с вами выбирали рекцию за лекцией в течение последних двух месяцев, как развивается общество, появляются телепракты разного рода технологии, то есть периоды, когда появляются разные, впервые разные вещи. Вот. Появляются вот первые поселки, общественные архитектуры и так далее. Вот. Но вот в этот период происходит нечто особенное. То есть еще нет, а город одно из самых важных, может быть, изобретений в нашей истории. Вот. Но складываются все предпосылки для его появления. То есть все готово, но все кого-то ждут. Кого? Это мы, я думаю, уже в следующем семестве узнаем. По крайней мере на Ближнем Востоке. Вот. Но все нужные компоненты уже здесь есть. И сегодня мы поговорим как раз о том, когда все это произошло. Вот-вот, еще пять минут и появятся первые города, за ними первые настоящие войны, первое настоящее расслоение на классы и, может быть, даже первая настоящая религия. Именно так, как мы понимаем. Вот. Но все еще, да, это предстоит нам узнать. А почему? Что-то совершенно другое. Кстати, первый слайд мы увидим в самом конце, да, что он значит. Может вас немножко удивить. Итак, начнем. Позднего халькулита в Европе и вообще на севере он больше известен как Энеолит. Эти даты все время двигаются. Особенно те из вас, кто делали курс гидов, скорее всего знают цифры немножко другие. И все это связано с революцией и эволюцией, скажем так, как изотопа изотопа, то есть 14-го карбона, 14-го углерода изотопа. Но сегодня, кажется, что он продолжался 800-900 лет. Помните, мы говорили с вами в прошлый раз о кульцах и все эти преливки, которые он нам читал. Начинается примерно эта культура в 4500-м году до нашей эры и заканчивается где-то в 3600-м. Если начало этого периода достаточно хорошо ясно, понятно, то конец его, он не только не совсем понятно, когда это произошло. и начинается период ранней бронзы. Видимо, в разных частях Израиля, насколько он маленький, не есть. Это происходит в разное время. Может быть даже от 4000-го года до 1500-го. Но, в принципе, 3600-3700, когда последние поселения этого периода исчезают, и новые поселения ранней бронзы появляются. Я не могу заморачиваться этим вопросом. Итак, я долго думал, о чем говорить в этот относительно короткое время, на всего час-час лишний дается на лекцию в архитектуре. Но, как раз сейчас, особенно о жилых странах, потому что они, в принципе, много чем не отличаются ни от прошлого периода. Мы говорим об эволюции одного и того же эволюции дома И у нас... ...котиерд-хаус. Поскольку мы видели его примеры в прошлом, в частном случае Голан, то я разберу конкретно тот пример, который я сам копал. Я хочу здесь только представить достаточно необычный пример. Короткий период и он появляется в районе Бершева. Бершева в нити красной точке обозначена. И это то место, где уже начинается пустыня. Как ни странно, в этот период пустынный полупустынный участок. Вы видите эти фотографии. Идет расцвет подземных поселений. Да, и подземных домов. Какие-то входы или структуры. Но то, что дошло до нас, это... ...разветвенная система переходов комнат кладовых, спальм, кухонь и так далее. На глубине 3-4 метров, 2-3 метров под поверхностью земли. Здесь вы видите... ...срез одного из таких поселений. Поползали под землю и жили там. И там мы находим... ...бомбоубернички. Мы находим там все, что нужно человеку, чтобы прожить... ...работать поле, попасть в лес. Достаточно интересно... ...почти... ...изема, по крайней мере, для этих периодов. И пока, если честно, нет... ...внятных объяснений, почему же... ...люди в Баршеве уходят под землю. Одно из объяснений... ...но это все-таки недостаточно хорошее объяснение, потому что это все песок. И эти все комнаты, как даже... ...и жить в таких подземельях, это не самый комфортный образ жизни. Чуть больше я хочу поговорить о общественных зданиях. Фактически это... ...дет усиленное развитие общественной архитектуры. Это здание, которое можно полностью сказать... ...общественными, или можно даже сказать... ...монументами. Кстати... ...сих пор... ...изывает... ...очень опасно... ...особых хищников для человека... ...человек и есть самый опасный хищник. И... ...остальных хищников и ловил, так же, как и всех остальных. Это... ...интересное объяснение, но... ...вряд ли оно помогает нам понять, действительно, почему они вдруг все стали... ...появляются первые монументы... ...на территории Израиля. ... ...в местах они есть еще раньше. Вот... ...но... ...действительно... ...появляются... ...появляются... ...появляются сразу во многих частях страны... ...не так, как вдруг башня в Ерехоне, которая была исключением такими справками. Они были такого масштаба... ...функциональности. Один из первых таких вот общественных... ...ээээ... ...эээ... ...эээ... ...эээээ... ...которая... ...несет какую-то ритуальную функцию... ...эээ... ...месяц, да, то есть... ...на следующий вот... ...что такое храм... ...эээээ... ...ээээ... ...эээ... ... farmer... ...ээээ... ...лога... ...с первого взгляда, однако... ...с еще раз... ...эээээээ... ...ээээээ... ...эээээээ... в одном из ущелий, которые ведут к Мертвому морю. Туристы все живут в Израиле, его очень хорошо знают. Но мало в 150 метрах над теми водопадами и теми источниками, где так люди любят сегодня. Есть 30-летнее здание, потрясающее масштабы и красоты. Вы как раз можете увидеть на фоне здания Кибуца Энгеби, такой ступень, который лежит у подножия самой высокой горы. Здесь вы увидите еще одну фотографию с воздуха и изометрическую реконструкцию того, на самом деле, мы видим достаточно похожий план с товаром, где жили люди, но немножко другой. Это не ворота, это не здания, где были тоже обломки каких-то сведений. И теперь вы видите, что от этой круглой конструкции наверх и влево этого канала, видимо, в действительности никогда не было. Его додумали уже археологи. Здесь вы видите один из видов. Это как раз так, как выглядела бы вся эта конструкция через одни из ворот. Вот это как раз круглая конструкция, которая стоит очень-очень много из-за того, как ни странно, вот действительно, зачем она там была нужна. Так логичное предложение было о том, что место явно связано как-то с местным пультом, что может быть более обожественным, как вода. И предполагалось всегда, что это бассейн, большого, где хранили воду. И даже вот вы видели, да, появился канал неожиданно, которого снова он был реконструирован. Воду не держат. И никаких признаков извести или какого-то другого там держать не было. А в исключительно сухом климате Энгеде вопрос, что там было. Действительно, мы, собственно говоря, и остаемся почти там же, где и источник воды. Мы находимся с вами в пустыне. И все, что растет, я не буду сущенным становиться с особым статусом. Вот. И поэтому можно представить, что именно дерево могла особо быть объектом поклонения, вокруг которого был построен уже месяц от комплекса. Вопрос, действительно, это, кстати, обратите внимание, какой маленький, какой маленькой этой конструкции на самом деле на фотографии, и какое большое оно вдруг стало, да, превратилось в логику. Вопрос, действительно, дерево было классно, да, представьте, какими-то другими своими активностями. Вопрос, почему можно такое доказать? Вот. Здесь не было найдено признаков дерева, но во время архиоразведок в южной части страны было найдено очень похожее кампы меньших размеров Узи Абнеги. Которым я уже говорил две недели назад, человек, который посвятил практически всю свою научную, по-моему, физическую жизнь изучению пустыни Негиб за всей южной половиной Израиля, когда производил архиологическую разведку, перед тем, как строить первые или дальние упор квартала Элата, в месте, которое называется Элат-4, обнаружил вот это. То есть небольшую такую инсталляцию, внутри которой, вы видите, красной стрелкой показывает маленький черный камень. Это не черный камень, это кусок обугленного бревна или дешо в климате. Элат, Энгеди и его похожи. Как писал еще Иосиф Клаве, воздух лишен земли. Нестости других районов. Там просто ничего не гниет. Это носок. Я помогал своему коллеге Урису Редовичу несколько лет назад, как политического. Кстати, на Аденгеле, там нужно еще по веревкам подниматься. Вот, и там мы нашли стоянку охотников, которые как раз в этот период, 6 тысяч лет назад, все на месте, куски ткани, кусок ботинка. Не только наконечник стрелы, но и сохранилось. 6 тысяч лет. Это немножко похоже, скажем так, надо только с точностью наоборот. Там столько воды, что никакие... Кремль пока не вынес, считай, все из воды в порядке. А здесь нам оборудовались. Те же самые анализы, которые они взяли из этого бревна, оно как раз показало, что это политический период. Так что, здесь было какое-то дерево или, может быть, даже какой-то пень. Вот теперь мы уже не узнаем. Потому что это выглядит, как будто оно лежит в границке. Такой кусок. В пустыне 6 тысяч лет назад достаточно было куска дерева. Мы не знаем точно, но то, что этот кусок дерева или вырос, или был положен туда, я думаю, это не вызывает особых сомнений. Это очень кратко описано. Кстати, у Лавнера. Там даже не совсем понятно, как я уже сказал, оно росло, было перенесено туда. Но в любом случае, это очень хорошее подкрепление того тезиса, что было освещено какое-то дерево. Еще одно место недели, это, видимо, самое важное, скажем так, поселение. Это же не поселение, да, самое высокое, потому что каждый, кто копает в своей памяти, уверен, что именно его самое важное. В переводе с арабского к кугандикой кошки. Почему-то в переводе на иврит, как колесо духов не спрашивается. Спрашивайте меня, почему. Можно представить, почему они это решили, но, на мой взгляд, это не спрашиваю. В нашей памяти. Он просто как бы вырос, вдруг, после голландских высот Базальтова. И на первый взгляд, может быть, вы не очень поймете, да, что в нем такого. Но для того, чтобы оценить масштаб, что это за памятник, вы видите, вы видите стрелкой вот этот вот красный маленький квадратик, человеческий. Вот. Вот этот маленький квадратик, чтобы представили, это более-менее человеческого человека. Теперь вы вдруг понимаете, что человеческий остаток уничтожен уже идола вряд ли от Сана. Потому что все эти 6 тысяч лет никто не видел, никто не приближался к этому месту. Вот. Читал я не очень люблю. И я об этом поговорю через одну лекцию. Мы этому посылали много времени. И я поговорю так почему я думаю, что это не уничтоженное, что это не идол и так далее. Я просто сейчас передайте, если хочу, чтобы вы представляли, что здесь существует, а не о дискуссиях и теориях. Да, на салатках меньше. Вот. Я 156 метров. Вот. Чуть больше в два раза, чем в Стоунхенде. Всегда принято все сравнивать с Стоунхенджем, поэтому ничего не поделать. Вот. Больше 50 тысяч тонн камней было израсходовано на то, чтобы построить этот потрясающий монумент. И с тех пор, если вы выложены стены, стены не нужно брать в кавычки, все сложены. Видимо, в результате многих землетрясений они выглядят как просто груды камней. Но на самом деле, это стены, причем выложены очень, о чем поговорю очень-очень пространные. Это моя диссертация. Вот. Я сейчас только до сих пор его датировали ранней или даже поздней бронзы. И были самые разные относительно его функции и датировки. Вот. Мы его датировали при помощи методики иллюминесценции. к концу или даже к середине не позже. Надо перестроить. Вот. А функция его в самом деле. Просто представьте себе, что существует на планах. Более того, я скажу, что он не единственный в своем роде таких, только чуть меньше, где-то 60 метров в диаметре сооружения, которые построены. Один предположительно монумент такого же диаметра около 60 метров, который лежит сегодня на дне озера. Об этом мы поговорим в следующий раз. Еще один важный аспект этого церкви публичные публичные издания, общественные издания. Мы их увидим еще в ущелье Сааруним. Это, видимо, конец этого тысячелетия. Просто ни одна фотография не может быть, что же там все-таки было, однако там тоже было достаточно большое здание. Я также через две недели о нем. Еще одно отличие от предыдущего периода это появление настоящих кладбищ. Такое ощущение, что в 4500 году кто-то проснул на часы и это являет уже 4500 год. Действительно, если вы помните, если вы обращали внимание, не улита раннего, проранних алкоголитов. Мы мало что знаем, но то, что мы знаем, так видим здесь. Из среднего алкоголита в основном все захоронения находятся прямо под стенами домов, внутри дворов и так далее. А сейчас вдруг люди перестают хоронить своих мертвых в домах и начинают выделять чем такое кладбище, которое находится за пределами жилища. Виключение составляют малые дети. Но это как раз проще всего родственных детей до двух или трех лет в двор или особенно очень любят хоронить под углами еще может быть как приношение или какое-то приношение для постройки перед постройкой дома разных культур. Любим Брюль, например, это видео в Африке сегодня от детей до двух лет не считаются людьми. Обычай в три года, когда ребенок идет в хедер, очень высокая смерть в детстве. В принципе, в древних народах дети до трех лет не 70-80%, может быть, я немножко преувеличиваю, но не на много. Фактически ждали до двух трех лет решить, настоящий человек или нет. И мы видим по всей стране самых разных видов самых разных образов. Например, берег относительно недавно раскопанное кладбище вы видите на маленьком вкладыше слева и сверху называют погребальными домами, иногда погребальными зданиями, иногда просто гребальными зданиями, делами построенных из камней. Что интересно, зачастую энергия денег не было, но здания были куда больше, чем в те здания, где они собственно говоря жили. До этого все было с точностью наоборот. Да, их коронили подполаги, мы видели эти черепа проходили определенную обработку, вы видите например внутри этого круглого дома два полуквальных таких огромных тарелки, где-то 50 см. На самом деле вы видите слева масштабную масштабную линейку, это была косница. То, что мы видим впервые, это очень интересная практика кроме головы постмортальные обработки не закапывали и только голову в некоторых случаях обрабатывали и ставили на полки и все трупы, которые умерли проходят несколько лет, как только они умирали и готовили к погребению укладывали окраине вот такого кладбища и через год-два собираем этого не знаем и укладывали их в специальные сосуды, некоторые из которых вы как раз видите здесь. Это очень-очень напоминает что, кстати, когда описывается какой-то царь иудейский или израильский написано и живым и умер и многие археологи и исследователи религии предполагают, что вот этот процесс умирает, проходит какое-то время и только потом он приобщается к трацам. Мы о культе я про поговорю об этом особо. Мы вспомним некоторые более древние источники, в основном шумерские, и поговорим о предположительных их причинах. Если вы сегодня почитаете литературу, здесь большие группы дольных которые делами монахов нет. Да, интересно, раз уж это упомянули, что скажем, в 4000-ом году интересный процесс через долгая пройдет долгую пройдет некоторый период после смерти перезахоранивает, пройдет через 4000 лет в период второго храма. это очень трудно космос, они очень похожи на хокалитические асуари космоса, как обычно понимают. Но вопрос схожести двух причин для них. Черепа перезахоранивают отдельно, да, это не только на Афоне, это и на Востоке тоже, то есть в Израиле тоже можно увидеть, что черепа лежат отдельно в костницах, монастырях, от костей до конца в этом месте. Еще раз, мы поговорим потом об этом. Нам нужно двигаться дальше, к сожалению, время летит. Дольмены, я думаю, большая часть людей здесь представляют себе, что это так, то есть о гробницах, построенных из очень больших камней, из большой массы, когда масса камней общая, которая идет или на дальние десятковые даже тонн камней. С вашего разрешения есть энергетических порталов и против разных участков 50-х. Но это альмины, дольмены с Кавказом, но даже археологов в нашем регионе от Северного Ивана до Негива и от Гор и до Иордании есть тысячи и даже десятки тысяч дольмены. Намного более поздний период, и с племенами кочевников, которые построили. Такие лет и особенно в последние годы появились свидетельства тому, что многие из них уже были третьим и четвертым летом в раннюю броню, и даже ранее. сегодня нечистое им и мы показываем и доказываем, что много насчитал с координатами, с описанием более 5,5 и сегодня их можно увидеть очень много, где, к сожалению, на территории Северного сотни, и каждый год уничтожаются при расширении по виде некоторые фотографии это как раз из-за орда в начале и разведки Штекелеса вы видите, что они построены из достаточно больших камней, каждый из которых весит много три литра, то есть из трех камней вместе с еще 717 другими такими же собратьями, очень особенно и есть еще многие другие. Интересный вариант мегалитических таких вот даже не неким, а в Синае. Он был найден впервые, исчезован и описан в фальмером еще в середине 19 века крупным планом это около 6-7 метров в диаметре настоящий дом выстроенный посреди пустыни полей то есть это выглядит как целое настоящее поселение. Арабы их обычно называют новомиленькая мушка. Арабы считают, что особенно бедуины, которые живут, называют их тогда еще в Кубурбине Исраэль, то есть гробницы детей Израиля. Во время выхода из Египта их атаковали огромные полчатки науамии с мушки. И они построили все вот эти здания, чтобы прятаться от них. Это не случайно в Эмиратах в Эль-Айне. Я думаю, там чуть более поздние. Третьего, может быть, начало периода тоже. Это трудный вопрос. Хоронили потому, что большая часть их было кости с родом находили. но похоже на то, судя по количеству это все-таки были семейные захоронения. Это трудно сегодня сказать. И в Емени там фактически их нельзя разделить на две группы. Я примерно представляю себе, хотя небольшой в том, что там творится, продолжается вот это все явление. И можно в ту или другую сторону, но здесь самые древние захоронения восходят в четвертом петчелете. Вот этих новом мире все-таки есть. Большая часть, основная часть захоронений пещеры могут быть естественной могут быть искусственной. Одна из самых известных пещер Киим обычно в течение десятков, может быть, даже сотен лет для захоронения людей в деревне. Иногда, как мы это находим недалеко от Пальмахин, в других местах, таких как Азербург, берутся, естественно, разложения, оно превращается в кости. Кости складывают, они могут быть самых разных продолговатых особы, продолговатых коробок, могут быть в виде горшков. Как вы видите на данной фотографии, одна из интересных относительно именно вот этих горшков. Видит у них загогулины, а сам натив, он недавно закончил докторат по этому периоду по захоронениям в Левицком университете, он видит метафорическое изображение кокона, даже не кокона, как это назвать, пчелиного уха, диких пчел, немножко похоже на вид вот этого горшка, они свисают с деревьев, пирвали именно вот эти самые ульи, показывая, мне самому не очень понятно, возрождение, возвращение жизни, мертвые, которые перерождают, это немножко тянуто, но такая версия есть. с одной стороны очень сильно напоминают здание, вот здесь вы видите фасад здания, более того, даже вот этот фасад, пчелы из мертвого тела, да, давай еще Самсона вспомним, есть определенная логика, но вытягивает из первого тысячелетия в четвертого, как я вам сказал, на Эвергилии, да, яца моток мяаз, но нельзя отрицать, но нужно еще чуть больше, скажем так, данных, чтобы скинуть веще и фактов, почему только 6, 7%, почему только их захоронение, они в виде улиц, что другим не причитается. как я вам сказал, именно сварьи имеют вид как зданий, так и астропоморфные, то есть часто это здания с человеческими лицами, или в виде очень похожего на овцу, или кому-то, что он напоминает, вот, только без головы сверху, иногда крышки открываются сверху, туда вкладываются кости, но действительно дверь и эту дверь закрыли, но вот тут, если присмотреться, вы увидите, даже она обломалась, можно было положить дверь и запереть это открытие, но становятся моделями для таких сооружений, обычно это будут все-таки люди, и элемент, видите, вот этот большой нос, горбинкой, начинает один маленький, но горбин народ, вот, и носом получил по голове одного человека, но этот нос с марком хальколитов, то есть ни до, ни после, ничего с варей, но с другой стороны практически на всех антропоморфных и даже изображениях мы находимся вот этот очень-очень-очень нос, скажем так, видят в нем дыхание жизни, некоторые видят в нем бог знает что, я только, скажем так, остановлюсь на том, что этот больший нос является очень-очень часто на фасадах, на передней части гробниц изображения, иногда они могут быть нарисованы, так как слева это как раз передняя крышка, он не очень удачный, но он здесь есть, вот, одного из таких фасуаров был найден в азоте рядом с Львом, вот, но может быть слишком часто Оксана на клюв, да, слишком часто появляется именно на изображениях людей, и с другим на изображениях птиц, поэтому это просто мода все знает, иногда нужно остановиться, так сказать, да, в наших фантазиях просто дать носатые семиты пару тысяч лет начнут селиться в этих землях, то есть сегодня нужно считать, что семитские переселенцы придут культато, это дело в том, что в самом егоде тоже большой нос, но не такой. Сравните, мы сейчас увидим еще и сейчас наш региональный лодок, даже ханан еще не существует, иногда завершают Асуарии совершенно потрясающая пластика, вместо того, что нос, два глаза, это очень базовое трехмерное изображение человеческой головы, подчеркнули, не только разные его глаза, и опять же тот самый нос. Это голова была просто приклеена к двери, все дело она уникальна, но я уверен, что мы все-таки найдем все зависит от мастера. Один из самых потрясных примеров вот такой погребальный пещер был найден, живут евреи, друзы и арабы на севере современного Израиля, пышные ритмички, мода израиля, изменяется и она много чего может мы вернемся к этим нюансам. Вы видите, какая-то прелесть, кто-то увидел, все равно приобрел. Вот, в деревне Пкиин строили что-то вроде гостиницы, как часто бывает, провалились под землю, к счастью, вещи сносились на ура. Вот, но к счастью, подрядчик понял все важное сферологов и те раскопали пещеру, в которой было найдено человек остатков остатков 450 разных 200 разных костниц, костниц одного человека. Здесь вы видите как раз как люди работают снизу, вы видите останки вот эти где-то 5 тысяч 800-5700 лет назад, еще раз спор, эти кости медленно зарастали с фалактитами, камнями и чистить уже в лаборатории. К сожалению, дошла, можно сказать, трагедия. Я даже не могу сказать, это было хуже, что в плане археологии. Вы, у нас в руках скопанных костниц, каждый из которых был от одного до нескольких человек, сравнить кого хоронили, кого не хоронили, мужчины, женщины, какого статуса и так далее. Вы все отлично понимаете, какой потенциал был костниц вместе с костями. И произошло, вы не представляете, тропологи, физически тропологи не будем называть имена, получили эти кости. Я список, какие кости и с какой костницы приходится. Фактически все эти четыре статуса, но у нас нет ни малейшего понятия, костницы или вообще многие кости лежали просто на земле. В общем, фактически это выход из этого продолжение и остается только надеяться, что мы найдем другую пещеру в Губыне. Даже не надеяться, а ждать, когда это произойдет. Вряд ли нужно полагать, что она была единственная в своем образе. Здесь вы видите музей Израиля сегодняшнего есть целая комната или полкомнаты этой пещеры и там было найдено огромное количество костниц, которые вы видите здесь. В женщинах вот как раз внизу вот эта вот асуария она была как раз явно связана с женщинами понятна из его фасада. Но кроме самих разной посуды в этой посуде так же как и остатки органики. То есть остатки еды кладбища для того, чтобы им было что кушать. Но вернемся к вопросу, как я сказал, когда помню. Кроме того, там были еще разного красивой. вы видите это высокий стенд, он почти что метр высотой и венчают политическими птицами еврейскими носами, но голову их венчают в этот культовый многие относят к культовой посуде и к обычной потому, что в процессе они похожи на букву В, они не округляются как, а именно вот как такого вида. Таких стендов были найдены и не в других местах. И археологи предполагают, есть подтверждение не здесь, а из вот все-таки это еще загадка на данный момент, хотя есть разные предположения, для чего использовали. Один из интересных самых примеров, которые не смогли подобрать ему нужный микроклимат и освещение. Это могила, ну, так называют, могила воина, она была найдена совсем недалеко от города Ерихона, вот, и поскольку там есть Великая Су, что там сохранились практически вся органика, то есть все тани, в которые он был завернут, его облик, его сандалии сохранились, значит, что их невозможно экспонировать без вреда для него, не в музее было их увидеть, но есть там одна интересная очень деталь, которая нас потом показывает. Почему его называют воином, вместе с ним был похоронен лук, его лук, уже говорим про четвертое тысячелетие, еще, а это уже на русском языке, то есть не простой лук, не простая дуга, которая загибается и связывается из нескольких слоев дерева, и у него на конце который позволяет приеменьшить композитный лук, спасибо, меньшей длине лунгболлс, как у англичан, достигать, и что интересно, этот лук был строен, во-первых, на нем были найдены много, из него нас стрелялся, сам человек, который сломали непосредственно перед тем, как положить ему в гробницу, здесь вы видите, крупно сломали перед тем, как для того, чтобы положить, соответственно, чем выложить, вот, и сломаться уже в самой могиле он уже не мог, можно сказать, айсберга, очень такое известного, как я выясняю, цена аспектация, об этом потом поговорим, вот, когда и даже сломанные, они продолжают служить, даже просто ломают, то есть, ломают враги, а, свои же, из определенных фрагменты, сломанных предметов, они продолжают жить, у них и свою, собственно, жизнь. Нет, это не от грабителей, это именно для мертвого человека. Скажем так, так как человек в кавычках ломается, когда он умирает, так же свет, зачастую нужно ломать, что этому посвятим время, но не сейчас, и именно разбивание, да, не от грабителя, а именно для мертвого человека, пока лук В примере такого предположения и с этим больше людей, больше чай не единственный пример, просто это единственное место, где лук сохранился. Еще раз мы коснем мертвого 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 в этот период разного рода посуда, которую мы не видели до, и видим это то, что называется на английском маслобойка, если я правильно ее опять же на русском называю, с двух сторон ее подверги, и вот здесь вот вы видите примерно как это выглядело и попредположив их маслобойку качали со стороны масла, доставали потом, то есть видимо с собой сегодня аж вроде какие-то вторичные но все-таки еще не пусковое масло да, мы сегодня представляем, есть учебник в 70-е годы или нагревали или сливки, может быть сливки, как я уже сказал, я предположил за кадром но еще в 70-е годы 20-го века гряд ли стояли на сирийской границе аж в 60-е годы напротив кунетры именно использовали подобным образом вот такие вот сосуды и в данном случае скорее всего так и пользовались он что есть и вообще было трудно в те времена отличный пукшин более заостренный с одной стороны и вторая часть правая часть вполне возможно чело или шкуру поросенка или овцы какой-нибудь в глине это не просто похоже это копия бурдюка это глиняная копия бурдюка из глины переходят потом в раннюю бронзу но потом они исчезают в течение всего 6 тысячи лет до нынешних пор еще один очень интересный вид сосуда и не будет после кормят или стаканчики появляются практически не во всех но в очень многих загадочные не было понятно как им даже чтобы сфотографировать но стенды такие вот последние годы рок и то что в них хранилось чем-то напоминает действительно рок но в грузинском своем варианте есть такая процент там она работа в институте ведьмана и рецепт полоса она занимает процесс тем что проверяет предыдущий анализ которые находятся внутри глины посуды дискуссионирует то есть они проникают внутрь глины иногда даже проблемы с долгими что они всегда сразу посуду моют на раскопках но если соскребая верхнюю часть глины можно попытаться сделать что же в них все хранилось и очень большому удивлению неожиданно хранить мёд мёд после того что его возделали искусственно Это самые древние ульи, тоже известные из Украины, из библейского Рыхова, но веков и новой эры. Эти сосуды использовались для хранения меда, пчел. Изготовление каменных сосудов просто достигает... Эти все сосуды сделаны из базальта. Представьте себе, сколько нужно времени... Особенно посмотрите... Это вырублено из одного куска среднего... Были сделаны попытки хотя бы представить себе, сколько времени... Мы говорим про месяцы... То есть каждый человек... Вернее... Каждый сосуд нужно было месяца... И это важно. Потому что мы говорим о разделении труда. То есть, ты не можешь это сделать по дороге, которой занимался... ...тем, что он откачивал мастерство и сосуды. Одно из самых первых... Мы говорим о том, что ежал появляется только сейчас. И... Один из самых потрясающих... То, что... На английском называются спектаклы... Примеров... В Баде Кана... Ущелье Кана... И... Посмотрите на эту красоту... Конечно, мы не знаем наукой, но когда... Золото... Золото... Плестин... Ну, поделаешь... Да... Это всегда... И вот... Здесь у нас есть их восемь... Десять фактических колец... Были на 5 метров... Или даже может быть... Больше... В одной из пещер... И рядом был достаточно большой... Десять фактические... Сосуды... Тоже самое... Тоже самое... Состоит поздним калькулитом... Но... В последнее время... Некоторые находки... Позволяют... Хотя бы... Осторожно... Изготовление... Этих предметов... Уходят... В галлюду... Это не совсем золото... Но три... Это электро... То есть... Около 70%... Это золото... Но... Вибро... И... Во-первых... Что это... Скажем так... И... Такое ощущение... Источник... Да... Вот... Богатство... Да... Там... Мы находим... Варни... До... Куран... Кулак... Как раз в этот период... В пятом тысячелетии... Изготовление... Так... Из... Электрома... Что это было... Трудно сказать... Египетское изображение... Тор... Вы видите... Где взвешивают... Маленького быка... На левой чаше весов... То... Куда показывает... Красная стрелка... Много-много... Кружочков... Вполне возможно... Это просто... Но... Поскольку... Между ними... Много тысячелет... Это... Предположение... Нужно... Очень-очень... Осталось... Понимать... Пластика... Этого периода... Так же... О ней... Можно говорить... Бесконечно... Поэтому... Только в самых... Этого... Начинается... Массированная... Э... 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 Использование... Слоновой кости... В данном случае... Э... 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 Гиппопотама... Эти ребята... Были найдены... В Бершевской культуре... В контексте... И... Маленькие дырочки... Вы видите... В носу... В голове... И особенно... Вот здесь... Позволяет... Предположить... Была... Борода... И поэтому... Это... Видимо... Изображение... Мужчины... С другой стороны... Здесь... Вы очень... Хорошо... Видите... Вот... Это... Женщина... Мало того... Еще... Женщина... Беременна... Хотя... Трудно... Предположить... Что... Делать... Ваши... Предположения... Какие... Я бы... Все-таки... Оставил... В стороне... Вершивы... Ээээ... Ээээ... Вы имеете в виду эти? Да, да... Дело в том, что... Это не совсем глаза, но блазницы... В Бориге... Вы... Видимо... Эээ... В... Или... Полудрагоценные камешки... Или, может быть... Эээ... Наружу... Вот... Ээ... Эээ... Потому что... Некоторых случаях остаются... Следы... Использования клея... И следы... Это... Один из... из моих любимых объектов, слоновые кости, и вы видите здесь не просто изображение человека, это изображение ребер, позвоночника, полета. Он единственный в своем роде, поэтому много тут полезно о нем говорит. Одно из интересных зданий было найдено, там был найден, опять, один из главокрам в Святилище, в котором оно было разрушено сначала бюдозерами и тракторами, потому что оно на сельскохозяйственных предметов. Но то, что было найдено активных предметов, то есть те, которые были приведены, принесены за десятки, иногда сотни глины, из которых они были сделаны, два предмета были особенно удивительные. Это вот этот барашек, корнеты, да, из стакана, из подмена, которые куда-то из нас идут. Только написано всего, опять, что она держит, и вопрос, на чем она сидит. Это сидение, которое используют до сих пор во многих примитивных, в традиционных обществах, в природах. И некоторые даже утверждают, что две слезы из-под глаз, другие утверждают, что это так же, как и полосы. Мы, честно говоря, не знаем, вот здесь они вместе, ведь освещение чуть-чуть получше, конечно, они были в основном склеены, но это два самых, видимо, удивительных примера, особо, особо стоит здесь голландская культура. Извиняюсь, голландская культура. Скорее, по моему предположению, и сегодня культура, она сложилась вокруг рулем Ирии, вот того огромного круглого здания и положение на пластику и на многие другие предметы, которые в основном в Израиле были уже распространены. Вот тот же самый нос, особенно у зверушки, посмотрите, какой он монументальный. Это базальтовое изображение лиц, которые с легкой руки Клэр Эпштейн, которая разговаривала, то есть домашние башки и так и другое объяснение. В некоторых случаях, как вы видите, они изображались в виде животных, но все-таки с человеческим, с этим показательным носом. Интересно, что графика такая, это именно серый цвет, сероватый цвет базальта. Это, видимо, было плохое освещение во времена. Они все сделаны из базальта, кстати. Это тоже, сколько нужно сил потратить, чтобы такое вырезать. Что интересно, что в отличие от более разных или поздних периодов, особенно в отличие от более поздних периодов, они все похожи и разные. Что даже их объединяет во всех из них, включая зооморфные, есть чашка, которая встроена в спину или в местах. В следующий раз мы с вами поговорим подробно об этих зверушках и посмотрим, что с ними можно сделать. Бершевская путь, особенно то, что вы видите здесь, это очень интересный ритуальный захоронение предметов. Вы видите вот этого мальчика, без сомнения, серпа, и куска предметов, которые мы сейчас поймем, что это, и двух базальтовых чашек, которые были внутри подземной ямы и закрыты вот этим камнем. И так Жан Пирова показывает во время и мы говорим с вами о массовом появлении красивые предметы, целые предметы. Некакой клад, который ты захоронил, чтобы потом забрать его. Но для того, чтобы никогда туда не везли. Вот один пример. Вот у меня исчезла фотография. Еще раз, недалеко от Масады, в самой пустыне. Вот эта пещера, то, как вы ее видите, была найдена, можно сказать, случайно. Мы говорим про 50-е годы, и это время, когда идет гонка в Адимишмар. Это просто пещера в Адимишмар. Еще и сейчас обычно называют пещерой сокровищ. Это период с свитками мертвого моря. Идет экспедиция, наши и орданские. Обе армии там ходят по ночам и днем. В 50-е годы, режиссер и дирижер всего этого действа. Один из директоров, это человек в возрасте, внизу слева. Это как раз он сфотографирован, спустившись по веревочной лестнице. Бесах Бородон, его зовут. Родился, естественно, в Польше. Вырос в одном из кибуцей. Очень рано он выучил арабский язык и заинтересовался библистикой, археологией среди бедуинских племен. Он хочет понять, почему ранние цари израильские избираются из пастухов. Кому идти и учиться? Он живет в Иордании, на территории Сирии практически несколько лет. Его называют ази-гедуинское. Когда тебя называют не по имени арабы, а у тебя появляется кличка, однако, своим он им так и не стал. Он присоединяется потом к Гагане, кораблей, которые незаконных, нелегальных беженцев везут из Европы. Это такая вот жизнь, очень типичная для тех времен, но очень трудно понять ее. Вы видите, уже совсем в другом возрасте постоянная сигарета торчит изо рта, и последний закон последнего дня. В этой самой пещере действительно нашли какой-то утварь, и уже собирается заканчивание. Один из студентов говорит Песоху, там какой-то камень, давай его перевернем. Находят всю вот эту вот свалку предметов, которая была завернута в, которую вы здесь видите. Это фотография такого того, поэтому не удивляет все качество, и медного рака, и один из самых больших кладов, которые когда-либо были на территории Израиля и вообще на Движнем Востоке. Больше четырехсот, подборку. Все сделаны из меди, вот, некоторые, вот, и некоторые еще из других материалов. Вторая часть этого клада состояла из, опять, больше чем, почти что трех булавы. Да, то есть булава – это просто напалдашник, который надевался на палку, поскольку там древко, и понятно, что это именно они, и у египтяна они часто изображаются, и найдены предметы, что-то вроде жезлов, то, что, как вы видите здесь, и опять, опять всем полюбившийся нос. Поверьте мне, тоже. Самых разных образов, никаких следов использования. Сделали только, чтобы положить в эту пищу. Здесь вы видите большое собрание вот этих жезлов, так как они выглядят в музее Израиля. Обратите внимание, что они находятся здесь. Были споры, откуда это все там появилось. Где-то десять тенгенде. И предполагалось, что это из-за египетского вторжения решили сдать сокровище Камы в этой пещере. Сегодня выясняется, что у нас двумя событиями через 500 лет. Это действительно загадка. вот это изображение птицы. Есть один такой ракурс только. И вы видите, у нас есть отверстие. Я должен воткнуть в него древко и пользоваться им. И особое место занимают стенды вот такие. Может быть их ставили сосуды, а может быть их и надевали над голову. Поэтому некоторые их называют как вот так. Вот эта вот прелесть, которую вы видите. Большая круглая, таковая корона, по которой, значит, по краешку бегут вот этот странный ворот, с рогами наверху. И птички, которые сидят там. Было не один таких семей, и многие из них были сломаны, которых можно было увидеть. Признаки поломок или признаки использования. В этот период очень популярны становятся рога. Как рога прямые биологические виды, которые можно было встретить тогда в Израиле. Вот. Вопрос, зачем, почему символы можно найти на керамике, на сосудах, на разных предметах. Это рентгеновский снимок. Одного из жезлов. Это уже жезлы, которые были найдены. И левый жезл 150-200 грамм каждый. А короны эти весят по пол килограмма, 400 грамм. Он всем... Даже тот, кто никогда археологией не занимался, все знают, что это очень похоже на... Но опять... До того, как первые фараоны появятся, должны еще несколько сот лет пройти. И что гибко за сотни... До появления фараонов, это тоже большой вопрос. Один из предметов... Совершенно непонятно, что это, зачем это. Это... Который был обработан... Вот он, отполирован. В нем были проделаны многие... Куда показывает красная стрелка. Вы видите, там оно немножко утолщенное. И явно оно использовалось для того, чтобы вставлять туда древко и использовать. Ну да, да. Наверное... Вот. И... Не назывались как, опять, знамени. 7 этих... Носили куда-то. Но, честно говоря, ни малейшей догадки, что с этим добром делать. Он... В Адивишмар... Были найдены два таких примера. Обломок был найден в БР-6. То есть, есть таких 6-7 предметов. Но мы не знаем... То есть, они явно были распространены. Но зачем? Вот здесь вы видите их фотографии. Вот. Это действительно красотень. Это было просто такое... В это время мы влетали в большие дырки. Но это интересная версия. Значит, появляется этот период... Не то, что не появляется. Но они на территории Израиля сохранились. Вы видите, это сегодняшняя Иордания. Они не знали тогда, что там будет гранит. Калькалитическое поселение. И появляются первые мечи. Или иногда их рисуют. Иногда вы... Клауд Шмидт, которого вы видите на канале. Который раскапывался... И нашел... И раскапывался в течение многих лет. Губерклитепа, если вы помните. Это самого раннего неолита. Огромный храмовый... Или культовый комплекс в Турции. И он умер полгода назад. Гребенка... Рековато для гребенки. Та штука, что не будет висеть на голове. Мало не пока. Я знаю, что сказать на это. И... Подумайте. Он находит... Вот здесь... Вы видите... Такое странное переплетение стен. И особое... Внимание... На вот эти черные стены. Которые римские... Здесь вы видите как раз верхняя часть входа в дом. В процессе раскопок. Сюда верхняя часть заложенного входа. И вот здесь вот... Плохо видно, но это единственная фотография, которая есть. Вот здесь вы видите определенные изображения. Смотрите. Здесь вы видите изображение козла, человека и отпечатки рук, которые были найдены в стенах. А здесь для сравнения вы видите изображение хищников из более ранней Инды. Это буквально 30 километров отсюда. И... Просто это единственное, что было опубликовано. Но... Многие находят... Вот между этим зверем и вот этим вот зверем, да. Очень большую схожесть. Только здесь это было выложено из камня. А здесь выделено в глинобитной стене. Идентификация под печатком. Вы знаете... Это теоретически можно сделать. То есть когда будет достаточно большой датабейс пальцев, можно будет вполне это делать. Потому что они остались в глине. Можно увидеть все вот эти вот рисунки пальцев. Вот. И эти рисунки не единственные в своем роде. Самые потрясающие, удивительные, цветные... Сколько хотите, эпитеты для них. Были найдены в деревне Туллилата Расуль. О-о-о. На сегодня что-то не идет. Туллилата Расуль был найден вот здесь вот. Я зеленой стрелкой показываю. К северу от Мертвого моря. На Иорданской стороне. Были найдены совершенно потрясающие настенные росписи. Что вы видите здесь. Это те цвета. Та интенсивность цветов. Те рисунки, которые были там найдены. И самый маленький из них. Были найдены что-то вроде стен. Вы можете увидеть здесь. Вот эти вот все. Разного рода существа. Может быть месяц лунный. Вот. Может быть поселение с забором. Вот этот вот. Щелкосик. Но самое потрясающее. Поэтому часто это изображение называют литвари. То есть звезда. Это вот эта самая звезда. Или я бы назвал конструкция из лучей. И многих концентрических кругов. Прерванных. Часть прерванных. Которые найдены прямо в центре вот этой вот композиции. Здесь вы видите увеличенное изображение вот этих людей. Очень странных. Которые идут среди каких-то стен. Несут палки. Одеты. Вернее это похоже на людей. Но головы у них совершенно не человеческие. Вопрос что это. Маски или нет. Это другой вопрос. Еще более крупное изображение. Вот это вот. Здесь несколько примеров именно цветных изображений. Иногда трудно сказать что это значит. Но запомните вот эту секчатую решетку. Вот эти линии. Мы к ним вернемся. Здесь вы видите какой-то ряд процессий людей. Которые сидят, стоят и выбежат. И чудик этот конечно в маске. Или его иногда называют. Человек слон. Или человек в маске. Как по-своему. Но они явно не случайные. То есть что-то за ним все стоит. И здесь вы видите то как показали. Похоже на те самые жезлы. Совершенно верно. И здесь как раз вы видите то как художники основываясь на археологических свидетельствах. Представляют себе пульт. Который проводился в Тулерат Расун. Вы видите люди. Вот в этих масках. Вот они их надевают. И звезда. Которая уже на стене. И в руках у них. Посмотрите. Вот эти вот рога для меда. Разного рода другие сосуды. Которых делали из базальта. Из глины. Которых варили пищу. И вы видите. Типа. Одного из своих. Похоже на ежика. Одного. Я бы пошел чуть-чуть дальше. Я предполагаю что мы не видим человека с маской. Мы видим человека у которого на самом деле была голова животное. То есть. По крайней мере так как этот шаман. Видел и помнил себя. Религиозного какого-то. Культового сомнения. Это была неотъемлемая часть. Культа. Вот это вот слияние между человеком и животным. Еще раз. К этому нужно прийти. И когда мы будем говорить о. Итак. Времени уже много. По моему это. Да. Это последняя была. Это не. Человек есть голова животного или птица. Именно поэтому. Я хочу об этом поговорить. Один. Культ. Нужно каждую деталь продумать. И в Европе и где хочешь. Поэтому мы поговорим об этом. И обсудим деталь за деталью. Изображение за эпизодом. Израил. Чтобы песня. Израиль. Цена. Трана черной земли. Так что. Вы видите. Что в период позднего хальковлита происходит. Многие. Многие. Появляются металлы. Если он был раньше. То он был в единичной и таким образом. А еще раз, в плане технологии появляется мёд и, может быть, другие продукты, о которых мы поговорим позже, появляется металл. Это очень важно, как золото, так и медь. И самое главное, происходит необратимые и очень серьезные изменения в мировоззрении, в религиозных воззрениях, очень сильно усложняются ритуалы, связанные с погребением, которые, видимо, являются очень сильно изменившихся взглядов о потусторонней жизни, что, в свою очередь, не было изменениями в ритуальной жизни, то есть, которые обслуживают людей во время религиозных ритуалов, ритуалы становятся очень сложными, и что очень хорошо отрицают, а что они значат – это две разные вещи. Какие были пути, и что стояло за ним, то есть, само мировоззрение, – это уже намного сложнее. Поэтому мы следующие две лекции этому и посвятим. На следующей лекции мы разберем конкретный случай высот, посредине которых находится вот то здание Руджумури, которое я вам показывал. Мы попробуем на основании всего этого материала понять, в чем же состоял пульт. И почему он не исчезает, то был вытолкнут из центра до появления этих самых городов, и что же произошло, что пришло вместо него. Спасибо большое, что вы прослушали, и если есть какие-то вопросы, я довольственно постараюсь на них ответить. Игрушки. Да, просто можно отличить игрушки от других функций. Есть игрушки, но мы их достаточно мало находим. В Мират Расуле есть чуть-чуть, но очень-очень мало, буквально единицы. Спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...